Глава шестая И у нас тут арка О, что происходит? А, ты очень вовремя Вот, примерька О, ну есть просто В предыдущих сериях, неважно Мы все наряжаемся Готовясь к... К чему такие нарядные одежды? Моя грудь Как это к чему? Для приема в саду? Прием в саду? Да уж, я была уверена, что в этом году его не будет Я позволила себе расслабиться Как я слышал На этом приеме в саду императорского дворца собирается знать Его проводят дважды в год По этому случаю устраиваются разнообразные представления и подаются закуски А, и типа там кто-то... Кому-то можно в жены златься Типа такого, да? Так как у императора нет императрицы, он приглашает своих наложниц высшего ранга занять места рядом с ним Главными наложницами являются четыре супруги Благородная супруга Гёкуэ Способная супруга Рифа Вернулась Добродетельная супруга Ришу И чистая супруга А-До Господи, какое жуткое имя А-До А-До Одна согласная Вот, ну еще двух персонажей представили По крайней мере Потенциально могут роль играть В дальнейшем На зимнем приеме в саду участвовали добродетельные и чистые супруги В этот раз ни Леди Гёку, ни Леди... В тот раз ни Леди Гёку, ни Леди Рифа не смогли принять участие, оправляясь от родов Так что в этот раз примут участие все четыре жены А что мы должны делать? Ничего, в общем-то Мы гости Так что нам нужно только поприветствовать императора Ну, да, здесь тоже в кратке сводка просто по персонажам Кстати, это может быть... Да, это второй том Хотя нет, это уже не первая глава, странно Ух, точно, Мау-Мау Время от времени будут подходить чиновники, чтобы поприветствовать нас Поэтому не забудьте, что нужно улыбаться Чиновники придут поприветствовать Ты имеешь в виду, что там будут вообще все чиновники? Ну, конечно же На этот раз все любимые наложницы выстроятся в ряд, чтобы поприветствовать выходящую в свет принцессу Ринри Кво? О, окей, думаю, позже расскажут Это война, мы должны быть предельно бдительны Что ж, ничего не поделать за солью Дигёку и так мало личных служанок Думаю, она не хочет быть отвергнута из-за недостатка опыта Помимо этого, там будет еда Так что присутствие дегустатора жизненно важно Она сказала мне улыбаться Не думаю, что подхожу для этого Дочь То есть, дочь, которая от того, кого мы еще не знаем, видимо Она сказала мне улыбаться Не думаю, что подхожу для этого Думаю, будет лучше использовать накладки Я подложу что-нибудь и вокруг твоих бедер, если не возражаешь Полагаю, полагаюсь во всем на тебя Еще немного подкрашу, когда придет время Нужно спрятать твои веснушки Из того, что сказала главная служанка Получается, что главной проблемой будет холод Чтобы добраться из невероятно обширного императорского сада До комнаты отдыха Понадобится не меньше получаса А, то есть это уже у нее второй ребенок Я подзабыл эту инфу Возможно Слушай внимательно, Мао-Мао Самый страшный враг на приеме Это холод Даже ранней весной было невероятно холодно Полагаю, это делает зимний прием в саду Местом, которое не стоит посещать Если у вас нет стальной мочевой пузырь В таком случае Какой приятный аромат Что ты готовишь? Это сладости из имбиря и мандарина Мандариновая шкурка лучше улучшает циркуляцию крови А имбирь увеличивает циркуляцию крови Спасибо, Аарон Спасибо, что не забыл Также привет Я собираюсь принести это на прием Так ты этим была занята недавно И этим тоже, но А, так А, это вот эта мелкая, которая выжила Это теперь принцесса Я думал, какая-то другая принцесса Я думал, ну, типа, выход принцессы Ринрина Которая уже, ну извините, на ногах ходит А этот-то еще младенец Я думал Уже полнорсаная личность Ну, как, знаешь Выход в свет Некой принцессы Этой Ринрин Я еще сделала карман на своем белье В тот день, вероятно, будет прохладно Поэтому я сделал его, чтобы положить туда нагретый камень Выносят на свет, я бы сказал Не выходят Первый раз выносят на свет Мау-мау Прошу, сделай для всех нас такой же Хорошо Прошу, сделай и мне тоже И мне Несколько днями позже Пожалуйста, расскажите нам, как это сделано Даже один из поваров и личная швея императора В конце концов, мне пришлось заниматься лишней работой Вплоть до кануна событий Наверное, сделаю я это тоже Просто на всякий случай Что это? В день приема в саду В нефритовом дворце Две заколки с декоративными цветами В собранных огненных волосах Серебряная заколка, украшенная шелковой кисточкой Нефритовыми бусинами Одежда в красных тонах С вышитым золотом С вышитым золотым узором По широким рукавам Одеться во что-то настолько ярко В этом вся наша госпожа Ну вай, ну это даже прием Типа Куда одеваться, если не сейчас, да? Не могу не согласиться с их восторгами На действительность тех людей, кому больше всего идет красное Вы по-настоящему прекрасны, госпожа Гёко Вы мои личные служанки Обязательно наденьте отличительные символы Чтобы ни один дурной человек не подошел к вам Канзаши, да Послушай, ты моя личная служанка Большое спасибо вам А сейчас Давай-ка займемся твоим макияжем Подождите Великолепно, ты станешь еще милее Сперва мы протрем твое лицо Еще на очередь благородная собруга, да? Он улыбается Его повышенное внимание к Леди Гёко Вероятно вызвано его новой любимой игрушкой С ним и правда столько проблем Доброго вам дня, Леди Гёко Ой, вам тоже доброго дня Красная одежда вам весьма к лицу, Леди Гёко Должен заметить, что в вас есть не только красота В вашем облике есть некоторая загадочность Причина должна быть в ваших нефритовых глазах Ха, спасибо вам большое Ну что ж, давайте-ка посмотрим, как там дела у принцессы Да, реально, про неё И так бездельник наконец явился Доброго вам дня, господин Джинси Ты использовала косметику? Я даже не сразу понял, что кто ты Нет Твои веснушки пропали Могу поспорить, что ты использовала косметику Нет Они пропали, потому что я смыла косметику Что? Ах, за чего же проблем не объяснять Каждый день я наносил макияж в виде веснушек с помощью высохшей глины На лицо, которое вы видели вплоть до этого момента Была нанесена косметика господин Джинси Не вся косметика нужна для того, чтобы сделать себя красивее Чтобы, типа, опять же, император не взял к себе Я так предполагаю Типа, ей это же не сильно нравится всё Кто-то мог порезать себя, грубо говоря Здесь в более, скажем так, слабых Единственное, что, ну, типа, довольно сложно прям точно повторять каждый раз То есть, чтобы, ну, возможно, особо никто не приглядывался Да, там не разглядывал точно ли соответствует и там Веснушке вчерашней, веснушкам сегодняшним Какой в этом смысл? Вы желаете знать? Это для того, чтобы меня не утащили на заднюю аллею На улицах квартала красных фонарей встречаются люди, оголодавшие по женщинам Не имея денег, они прибегают к жестокости Среди них много разносчиков болезней Но на худенькую, маленькую, непривлекательную женщину покушаются довольно редко А, то есть это у нее привычка еще с тех времен За прошедшее время они почти пропали Но раньше, когда я жила в квартале красных фонарей Я постоянно наносила Я постоянно наносила веснушки Кому-то удалось схватить тебя Только пытались Но вместо этого, когда я собирала красители для своих поблегших татуировок Меня похитили... Аааа Похитили термодорговцы Ну да, она, видимо, не каждый раз, если правда, смывала Не каждый день Только когда я начинал стираться само по себе Но все равно требует определенной аккуратности Мне жаль за плохой контроль Как бы то ни было, между моим нынешним положением и продажей своего тела Не такая уж большая разница Сейчас меня это уже не беспокоит Я не знал, когда именно мое лицо вернется к естественному виду Так что это неудачное совпадение Тебя это раздражает? Конечно, но в этом нет вашей вины, господин Джинкс Несмотря на то, что в этой стране продажа похищенного человека считается преступлением Законом разрешено продавать собственного ребенка Даже если кто-то был куплен у похитителя Взыскание невозможно до тех пор, пока покупатель не признается Мне бесконечно жаль Обычно он не настолько честен Больно? Разве? А, что ты? А, заколку я тоже дал Она твоя Ой Ладно, увидимся позже на месте собрания Да-да-да Шпилька с мужским узором Почему он дал ее мне? Кажется, ее можно выгодно продать Ах, какая прелесть Я не против отдать ее вам Что же делать? У меня всего одна А, это она про себя думает Я не против отдать ее вам Что же делать? У меня всего одна Ого-го А ты быстро нарушил свое обещание, не правда ли? Отныне ты не только моя служанка Сначала было это жерель, а теперь это шпилька Что все это значит? Отлично, пойдемте Наверное, статус повышает Да начнется же прием В следующем эпизоде неприятности начинаются С вопросом Ну да Очевидно, что Это была просто глава подготовка Немножко про прошлое рассказали Прошлое А сколько она здесь уже полгода? Я забыл, кстати, сколько она здесь находится времени Ну да Ну да К холоду главное еще подготовились Не, ну здесь она как бы на месте, где Должна здесь как бы представили четырех Ну, основных, назовем так, жен Да Очевидно, да Облак не самый вычурный То есть она выглядит, в принципе, ну как служанка Она занимает свое положение, в принципе Как автор назвал, так и он ее и показывает Хорошо Первая такая мини-арка, да, будет Это там три главы вроде Конец записи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова